Как уже было сказано на предыдущей лекции, в которой мы давали определение понятия онлайн-обучения, такое обучение обладает рядом важных преимуществ. Позвольте мне их перечислить. Это возможность проходить обучение по своему графику, значительная экономия финансовых средств и времени, простота и доступность, возможность повторения и закрепления изучаемого материала, и, наконец, качества. Давайте теперь разберем каждое это преимущество более подробно. Возможность проходить обучение по своему графику. У каждого из нас есть свое расписание, есть свой график. Онлайн-формат позволяет студентам самим выбирать время для обучения. Более того, у каждого из нас свое оптимальное время, когда мы наиболее восприимчивы к новой информации, когда лучше работает наш мозг. Для кого-то это раннее утро, для кого-то поздний вечер. Итак, обучаясь онлайн, вы можете сами подстроить обучение под себя и свою занятость. Значительная экономия финансовых средств и времени. Это неоспоримое достоинство онлайн-обучения. Нет необходимости тратить время и деньги на дорогу. Не нужно стоять в пробках, не нужно брать отпуск на работе за свой счет, чтобы поехать на прослушивание лекций в другой город. Не нужно никуда ехать и преподавателю. Не нужно платить за аренду или оплачивать коммунальные услуги за содержание помещения, в котором проходят занятия. Онлайн-обучение отличает доступность к учебным материалам курса в любой точке мира и в любое время при наличии выхода в интернет. Обучение в формате онлайн одновременно доступно для большого числа людей, но при этом каждый студент не чувствует себя потерянным. Он активно участвует в процессе обучения, выстраивая его самостоятельно, а не плывя по течению вместе со всеми. Как я уже говорил, для обучения нужен только доступ в интернет. Все, что нужно, уже есть в системе онлайн-обучения. И вам остается только лишь наслаждаться получением знаний. Электронный журнал оценок формируется автоматически, поэтому студент в любой момент может посмотреть свою текущую оценку за курс, которая складывается из разных составляющих. Весь курс разбит по учебным неделям, причем задания каждой недели разделены на понятные и легко достижимые шаги. Вы сможете без труда понять, что необходимо делать на каждом этапе процесса обучения. О том, как устроен типичный онлайн-курс и из чего он состоит, мы с вами еще поговорим более подробно на одной из следующих лекций. Идем далее. Закрепление изучаемого материала. Лекцию в классе можно пропустить. Даже присутствуя на лекции, можно что-то не понять или прослушать. Но в онлайн-формате во время всего процесса обучения у каждого студента в любой момент есть доступ к видео-лекциям курса. Если что-то непонятно, лекцию можно посмотреть еще раз в любое удобное время. Тестовые задания для контроля знаний и самопроверки также можно проходить несколько раз. Все это гарантирует усвоение материала курса и получение положительной итоговой оценки. Качество онлайн-обучения Традиционную форму образования нередко сравнивают с онлайн-обучением. В ответ на подобного рода дискуссии еще в сентябре 2010 года Департамент образования США предоставил подробный отчет о проведенном анализе 45 опубликованных работ, посвященных сопоставительному исследованию традиционного и дистанционного обучения. Этот анализ показал, что по своей эффективности образование онлайн по меньшей мере не уступает классической очно-заочной модели. Онлайн-обучение, как и любое другое обучение, включает задания и тесты. Основная цель таких заданий и тестов это стимулировать познавательную деятельность и обеспечить прочное усвоение учебного материала. Вот почему онлайн-курс отличает широкое использование интерактивных упражнений. Благодаря таким упражнениям студенты активно участвуют в учебном процессе. Также они побуждают студентов к самоконтролю и промежуточной самооценке. Такой подход к дистанционному обучению помогает поддерживать должный уровень внимания и вовлеченности в процесс обучения. Это все имеет выраженную педагогическую ценность. Так, по данным двух исследований, опубликованных в журнале Science, умение извлекать из памяти необходимую информацию и переструктурировать ее является ключевым в познавательной деятельности человека и обеспечивает наиболее эффективное усвоение материала. Итак, онлайн-обучение – это полноценное обучение, которое позволит основательно, глубоко и без дополнительных временных и финансовых затрат учиться тому, что незамедлительно начнет приносить плод в вашей духовной жизни и церковном служении. На этой лекции мы описали преимущества онлайн-обучения. На следующей лекции мы рассмотрим с вами факторы успеха в онлайн-обучении.